Вот и завершились все новогодние праздники и можно снова вклиниться в работу. Привет народ, с вами Фликер и есть у нас новостюшки от CD Projekt Red. Недавно, буквально несколько часов назад, они выпустили на своем YouTube-канале извинения официальные о том, что мы сожалеем, что игра выглядит так ужасно на консолях прошлого поколения, что мы мало времени потратили. И по сути все то же самое, что я говорил и в предыдущих видео, которые вы можете посмотреть по всплывающим подсказкам сверху. Меня и вас больше всего сейчас интересует, когда же выйдут патчи в январе и феврале. То есть это патч 1.1 и 1.2. В видео от CD Projekt Red появился сооснователь компании Марчин Ивинский, который как раз рассказал о планах на 2021 год, когда выйдет обновленная версия для консолей нового поколения, ну и конечно же бесплатная DLC, в котором пока неизвестно что будет, но обязательно подождем, увидим конечно же. Что же касаемо патчей, которые нас ждут в ближайшее время. Как говорил Марчин Ивинский, который был в этом видео, то ближайшее обновление, ближайший патч, который исправит незначительное конечно количество всех багов, вылетов и прочего, он выйдет в течение 10 дней. То есть обновление мы будем ждать до 24 января. Я надеюсь оно выйдет и порадует в плане картинки, в плане стабильного FPS, что опять же вряд ли, потому что, как говорил вот этот вот сооснователь CD Projekt Red, было тяжело оптимизировать игру, так как жесткие диски в этих консолях, ну очень слабые, прогрузка текстур и так далее. Но это честно говоря так себе оправдание, потому что GTA 5 достаточно тоже сложный такой проект, и блин там все нормально прогружается. Конечно, первый запуск игры там да, видна прям прогрузка текстур, что не сразу все прогружается, а вот дальше, в принципе, все без нареканий идет. Тот же, допустим, Red Dead Redemption 2, тоже все отлично. Многие в комментах еще мне писали про The Last of Us 2, там тоже, в принципе, все хорошо идет, и на консолях старого поколения игра просто офигительно выглядит, несмотря на то, что, как бы, железо-то уже 7-летней давности. Вот, вернемся к патчу 1.1, то есть он выйдет до 24 января, я так полагаю, но, может быть, какие-то отсрочки будут, может быть, конечно же, они имели 10 рабочих дней, то есть не учитывая, там, субботу, воскресенье, и, возможно, обновление все-таки выйдет в конце прям января. Будем ждать, будем смотреть, я обязательно сделаю сравнительное видео, сравню патч 1.06, который я сравнивал в предыдущем видео, можете его тоже посмотреть по подсказкам, перейдя, и глянем, как изменится обстановка в игре, как будет чувствовать себя FPS, будет ли стабильнее, как будет выглядеть картинка. Я, в принципе, не против какой-то матовой картинки, чтобы у нас убрали многие эффекты освещения, допустим, отражения, фиг с ними. Я хотел в эту игру поиграть чисто из-за сюжета и, конечно же, огромного открытого мира. То есть, в первую очередь, когда я купил игру, мне не совсем хотелось прям приниматься за сюжет, мне хотелось погулять по Найт-Сити, посмотреть в тот уголок, в тот уголок и, короче, какую-то историю найти. Но из-за того, что я увидел, я не мог именно от Найт-Сити получить удовольствие. От сюжета удовольствие можно получить, даже несмотря на графику. Об этом многие писали в комментариях, так что если у вас игруха осталась, и я думаю, многие уже даже на PS4 Slim прошли, на FET-ке прошли, хотя, несмотря на то, что железо вроде как в Slim и FET-ке одинаковое, на FET-ке жалоб было больше. Что ж, ну а по поводу патча 1.2, я думаю, что где-то в начале февраля, либо в середине февраля, оно выйдет. Естественно, разработчики планируют поддерживать эту игру на протяжении долгого времени, потому что это сейчас единственный у них проект, у них нету кучи игр, как у Ubisoft, там вышла Valhalla, вышел Legion, и там куча микротранзакций. Короче, эти игры на долгое время, я не знаю, я не особо люблю сейчас игры-сервисы. Возвращаюсь больше в прошлое и играю, например, The Last of Us. Uncharted 4 очень хочу пройти, потому что игра с технической точки зрения прям вообще великолепна и шикарна. То есть то, как взаимодействует Nathan Drake на окружающий мир, это очень круто. Думаю, не стоит об этом рассказывать и отвлекаться. Что ж, по патчам. Значит, в феврале мы, естественно, ждем следующий патч. Очень буду ждать сейчас, каждый день практически проверять Twitter, чтобы не проморгать как раз патч 1.1 и, естественно, сделать одним из первых видео сравнения с патчем 1.06. Если вы ждете его, большой палец вверх. По поводу январского, кстати, обновления, которое в ближайшее время выйдет, на него не стоит возлагать надежды, потому что сейчас они только с праздников вернулись в офис, кто-то работает из дома и, по сути, за 10 дней они многое не исправят. Это вот просто физически невозможно. Поэтому стоит какие-то надежды возлагать только на февральский патч, что там более глобальные будут изменения и после февральского патча я наконец-то смогу начать проходить сюжетку на своей старенькой PS4 Slim. Сейчас, кстати, скачал много игр для нее и тот же, например, Call of Duty Warzone идет очень даже хорошо и каких-либо багов я там не вижу и картинка не 720p, не 90p, а 1080p. Есть видос тоже на канале, можете ознакомиться. А на этом, пожалуй, все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, делиться видео с друзьями, конечно же, бить в колокол, дабы не пропустить новые ролики, ну и оставляйте свои комментарии по поводу Cyberpunk 2077. Всем пока!